Всем привет! Это видео о том, как восстановить загрузчик Windows 10, 8 и 7. Очень часто пользователи сталкиваются с тем, что операционная система перестает загружаться, и в большинстве случаев это связано с повреждением загрузчика Windows. Например, при попытке запустить систему, вы сталкиваетесь с ошибками. «Boot MGR is missing», «An operating system wasn't found», «No bootable device found» и т.д. Причиной повреждения загрузчика может быть установка второй АЭС на компьютер, попытки использовать свободное пространство на скрытых разделах диска или их форматирование, сбой при установке обновлений Windows или другие системные сбои, наличие вирусов и т.д. Перед тем, как приступить к исправлению, проверьте правильность последовательности загрузки дисков в BIOS или UEFI. Возможно, это и есть причина ваших проблем с загрузкой Windows. Итак, первый способ восстановления загрузчика будет актуален для всех версий Windows 10, 8 и 7. В моем случае это Windows 10. Все, что вам необходимо, это диск восстановления, либо загрузочный диск или флешка. Той же разрядности, что и ваша система. В случае с Windows 7 использовать можно только загрузочный диск или флешку. Если у вас их нет, то можно использовать другой компьютер для их создания. Как создать загрузочную флешку или диск восстановления, вы можете просмотреть в моих предыдущих видео. После этого ставим загрузку с флешки или диска в BIOS или UEFI и заходим в среду восстановления Windows. В среде восстановления нажимаем поиски и устранения неисправностей, восстановление при загрузке. Windows 7 это пункт восстановления запуска. Выбираем целевую систему Windows 10 и ждем окончания диагностики компьютера. По завершении компьютер перезагрузится уже в восстановленную систему. При этом не забудьте сменить загрузку системы жесткого диска в BIOS или UEFI. Если же вы увидели сообщение о том, что восстановление не удалось, а такое часто бывает, то перейдем ко второму способу. Второй способ также актуален для Windows 10, 8 и 7. Как и в первом способе, заходим в среду восстановления, нажимаем поиски устранения неисправностей и запускаем командную строку. Далее вводим команду bootrack-fix-mbr, то есть перезаписываем MBR-Windows на системном разделе жесткого диска. По окончании видим сообщение о том, что операция успешно завершена. Использования данной команды не всегда достаточно. Например, если причина сбоя загрузчика это вирусы. Поэтому далее вводим следующую команду bootrack-fix-boot. То есть записываем новый загрузочный сектор Windows на системный раздел. После завершения закрываем командную строку и загружаем систему жесткого диска компьютера. Никаких проблем с загрузчиком теперь у вас не должно возникнуть. И третий способ будет актуален для Windows 8 или 10. Как было описано выше, заходим в команду и строку, запущенную в среде восстановления. Вводим команду diskpart. Затем лист volume. И смотрим на номер скрытого раздела. Если у вас UEFI, то этот раздел будет иметь файловую систему FAT32 и размер 99-300 мегабайт. Если BIOS, то файловую систему NTFS и размер 500 мегабайт и меньше. В моем случае это том 3, с файловой системой FAT32 и размером 99 мегабайт. Также смотрим на букву диска с установленной Windows. В моем случае это диск C. После того, как мы это узнали, вводим команду select volume 3. То есть выбираем указанный раздел и перемещаем на него фокус. Далее вводим формат fs равно FAT32. То есть форматируем этот раздел файловой системы, в которой он был ранее. Assign letter равно y. Прислаиваем букву этому диску. Можно выбрать любую другую незанятую букву. Завершаем работу диск парт команды exit. И вводим следующую команду. Продолжение следует. Где C, это буква диска системы. Y, назначена нами буква скрытого раздела. И ждем окончания данного процесса. После завершения видим отчет о том, что файлы загрузки успешно созданы. Снова вводим диск парт. Select volume 3. Где 3 номер скрытого раздела, которому мы присваивали букву. Remove letter равно y. То есть удаляем букву этого скрытого раздела, чтобы он не отображался в системе. И снова завершаем работу диск парт с помощью команды exit. После этого закрываем командную строку и перезагружаем ПК. Не забудьте сменить загрузку системы в BIOS или UEFI с жесткого диска. Теперь загрузчик Windows должен снова работать. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание. Удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!